здравствуйте уважаемые коллеги зрители мы будем беседовать с моей коллегой мира и марченко логопедом специалистом который работает здесь не с нарушением речи интеллекта коллега в каком плане в нескольких интересных пресечениях и в том числе будущем психологом но сейчас у нас даже еще более интересную история потому что из какого города вы сейчас обещаете я вещаю сейчас и столицы индонезии это джакарта так случайно и разумеется для того чтобы сломать вашу логику сегодня мы будем говорить о сказках народов дагестана что совершенно логично да так получилось что дагестан связан со мной потому что у меня родители с дагестана я там провела определенное время и сама являюсь лесгинкой поэтому у нас с мировой же была одна передача посвященной как раз именно интонезийцам это было порядка двух месяцев назад но и продолжение сказок на самом деле тема огромная достаточно интересная и так как у каждого народа есть свое понимание добра и зла норм определенных до поведения своих особенностей большинство случаев они очень похожи казалось бы но есть некоторые и отличия и вот конечно именно дагестанские сказки в этом плане думаю будут довольно любопытный интерес ну доставляю вам слово и буду с удовольствием слушать да на самом деле действительно дагестанские сказки для меня вот оказались намного интереснее чем индонезийские потому что в них можно очень много интересного найти я более конкретно позже скажу что именно во первых что я отметила это у сказок дагестанских есть определенные свойства то есть что означает что что имеется ввиду там сказки в основном они являются как будто обучает хитрости как будто внимание внутри сказок там именно есть некая хитрость и но это я скажу позже вначале я скажу немножко про дагестан какой замечательный какой он красивый что он многообразен многообразен тем что в нем собрано большое большое количество народов коренных таких как это кумынки лакции лезгины аварцы дороге инциды бассаранцы и далее далее 50 конкретно не помню и не знаю я отношусь у меня половина получается лезгина и табасаран то есть это по соратами отношусь к этим народам и в детстве мне очень много читали дагестанских сказок очень много это прям было каждый вечер мне посвящали этому время соответственно чтобы подступиться к дагестанским сказкам нужно понимать особенности быта дагестана и особенности природы как какие там обитают животные почему это важно потому что сказки которые написаны разными народами они являются отражением быта и животного мира дагестана соответственно дагестан многообразен такими животными как лисицы волки шакалы соответственно медведи и нато видные собаки но в сказки вот этих как бы нет но все остальные животные присутствуют там курочки тоже такой черный орел кажется да там конечно хищница да это тоже очень важно спасибо что сказали и особенности быта дагестана я на самом деле особенности быта знаю не только понаслышке я присутствовала в этом и в сказках тоже очень часто отображается отражается поведение женское поведение потому что женщина как будто ну не как будто в сказках она больше делает она и что значит больше делает я вам скажу прямо расскажу на примере женщин внутри нашей семьи именно в конкретном дагестане именно конкретно возле дербента вот есть такое село космкент маленькая да вот дербент самый старый город получается россии и быть составляет такой следующий в пять утра ты просыпаешься ты идешь кормить живность курочек коровку нужно отправить корову встать рано утро отправить к пастуху чтобы он отправил на паспище потом ты идешь в огород поливать потом ты собираешь это сено после сена ты соответственно идешь накрывать завтрак после завтрака ты убираешь потом ты еще убираешь потом ты опять готовишь обед потом ты и то есть вот и такой быт на самом деле на ежедневной основе и соответствие что делать в этот момент мужчина и по моим наблюдениям мужчина но так не работает я заметила что например бабушка бабушка мы все работали то самые разные у нас были развлечения в виде там помыть асфальт зачем-то но это тоже была такая работа утра мужчины как бы дедушки они не делали эту работу они как правило уходили куда-то тоже может быть какие-то делали ремесленники были там печку сделать для хлеба слепить это вот такой было у дедушки направление лепить для выпечки хлеба печки вот анекдот вспоминается анекдот небольшой водки плывут щупча боже жена она гребет а он сидит он и говорит тебе это хорошо греби себе гребе мне еще думать надо как жить дальше на самом деле да на самом деле такой есть момент именно в дагестане что девушкам женщинам больше как будто обязанности чем мужчинам и соответственно я могу мне есть наблюдение где если рождаются мальчики и девочки то девочкам на девочек ложится большая доля в том плане что нужно следить за братьями они могут быть и старше и младше это неважно мыть им убирать ну то есть обслуживать это какое-то такое ну какой то есть такой момент соответственно в соответственно в сказках например есть такая сказка одна из там даргинских там про олицетворение следующее что женщина вышла замуж за ленивого мужа который ничего не делает который она там и сена и таскает и за ребенком следит и готовит и вот этот весь бы то он только на гармошке играет соответственно и соответственно да соответственно что этом сказке он сделал так что дом разрушился и отсюда она говорит что а вот говорила мне бабушка что не нужно выходить за этого человека замуж и с к послала своего мужа отправиться там куда-то чтобы он пошел к мудрецу и спроси и и получил ответ как ему жить и здесь очень важно отметить отношение к старшим дагестане отношение к старшим очень уважительно очень почтительная это очень как бы регулируется что значит регулируется у нас было в дагестане когда мы приехали три внука к своему дедушке и мы неуважительно там как бы как будто попросили у него кусок арбуза и у нас была проведена лекция на несколько часов почти как нужно разговаривать вот как то что уважительно относиться к таким вещам с почтением то есть соответственно к взрослым старшим очень тщательно прослеживается именно отношения то есть взрослый имеет больше прав чем на самом деле как бы ребенок соответственно и получается возвращаясь к сказке пошел этот ленивые самый 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 ленивый мужчина к тому там чтобы искать того мудреца чтобы скажет как ему жить следующий момент как ему жить почему вот как ему жить вот это в мудре мудрец стоит на это обратить внимание не только с позиции в то с того что почтение старших вот и как нужно жить в дагестане распространено гадание гадание сходите к муле спросить аж там что как что будет то есть это какое-то некое отражение опоры то есть как бы вот на мудреца можно опереться который скажет что нужно делать что моя жизнь стала лучше и прочее прочее поэтому дагестане и всякие гадалки сходить гадалки надо там погадать на картах сделать расклад то есть это на самом деле распространенная тема это нормально в плане религии в плане мусульманство допустим мула и на самом деле я бы сказала что это делается как бы здесь как бы такой момент чем дагестане есть разделение есть люди которые четко соблюдают все мусульманские законы и есть люди которые относятся к мусульманам но не носят например хиджаб не молятся пять раз день и я бы хотел сказать что внутри нашей вот например какой-то структуры семейной у нас есть разделение внутри семейная и у нас есть как будто настоящие мусульмане которые молятся пять раз день и не настоящий вот настоящий говорят что вы не настоящий понимаете то есть такой у нас есть такой момент в дагестане тоже на улицах я замечала что есть такое разделение вот этот настоящий мусульманин а этот ненастоящий вот то есть истинно верующий и не верующий не полностью соблюдаюсь 3 и соответственно возвращаясь к сказке пошел это человек искать мудреца который подскажет ему как жить и на самом деле у него было такой приклю такие были приключения он на пути встретил первое животное волка и соответственно волк это часто встречающийся персонаж и волк попросил вот этого ленивого мужа чтобы он задал свой вопрос этому мудрецу а он за это ему поможет переплыть реку следующий этап тоже он встретил еще одно животное которую узнала куда он движется к мудрецу попросить тоже попросил задать ему этот вопрос и так он дошел до мудреца и что посоветовал ему мудрец то есть они встретились и ленивые вот этот человек озвучил все желания всех этих животных и мудрец предложил ему решение и решение которое он предложил я бы их обознать обозначила как матрешка то есть он как бы мудрец предложил каждому животному решение а мудрецу чтобы избавить от всех своих вот этому линию мужа чтобы избавить от всех проблем он сказал что я уже все сам для тебя сделал не беспокойся и и когда вот этот ленивый муж вернулся возвращается получается к волку обратно в дорогу то есть обратно митильная сказка называется когда то же самое дом который построил джек а там и получается волку чтобы решить свою проблему нужно съесть первого самого ленивого человека который он увидит и он такой так минину к и закончилась и я бы хотела здесь отметить некую в сказках присутствует как будто знаете оправданная жестокость жестокость имеет место быть когда она оправдана вот он ленивый человек вот он как бы не полезный тогда можно его съесть и не будет никакой пощады никто там знаете как красные шапочки никто там не спасет никакого спасательства абсолютно здесь не присутствует ты вот такой все мы тебя съедим соответственно следующий момент который хочется мне отметить относительно дагестана и там некоторой жизни и то что присутствует сказках это такое свойство не знаю психики качество это хитрость мне кажется что хитрость такое это просто не знаю как она сформировалась но многие там лезгины дагестанцы это хитрые люди и хитрость у нас в сказках отображается через лесу вот через лесу которая всех как будто обманывает вот обманет и волка и так далее и шка отношения людей к вот этой хитрости как ману как не просто нету жалости нету такого о тебя обманула рисичка ну как ты там нет абсолютно так тебе надо сами навод как смешно и в сказках есть такие моменты когда лиса обманула например волка волк обманул лесу и сказка учит тому что доверять как будто никому нельзя есть вопросы доверия что нельзя тебе учит как бы учит дави не доверять людям которые тебя хоть раз как-то обманули то есть я не просто я вспоминаю анекдот не буду называть национальность но близко туда там две соседних национальности один другому говорит ты новый мою железная дверь сможешь разбить открыт элементарно разбегается разбила а это можешь разбить разбегается разбивает а это можешь разбить разбегается не может разбить разбегается снова не может разбить снова разбегается опять не получается а что говорит о себе там не говорит там с той стороны твоего брата поставил это вот просто два соседних народа и одни сильные а хитрый и вот может ли быть такое что допустим волк это представитель одной народности а леса представитель другой народности когда не доверяешь кому-то то может быть это как раз вот соседнему да вот народу хотя это сложно сказать потому что горные народы на самом деле но как и других достаточно таких не обыскал экстремальных настостях все-таки помощь взаимопомощь она должна быть хитрость это тоже тема такая весьма своеобразно да да но я бы хотела здесь по поводу взаимопомощи отметить в том что все-таки разделению существует потому что например очень важно внутри дагестана там никакой национальности то есть там что имеется ввиду что если ты лесгин то лучше выбрать себе лесгина но на к на крайний случай там какого-то там аварца то басаранца но вот именно внутри например лесги лесгина есть такой момент в том что вот этот человек относится но все-таки есть такое некое на самом деле разделение все таки вот это это вот мы лесги на вот вот есть такой народ есть такой народ есть такой народ есть такой народ но это по поводу не знаю взаимопомощи но я не просто не видела я просто жила где только много вот лесгинов не было такое смешение. В слове, если я общался с ингушом, я вам не рассказывал, какую жену ингуш может для себя выбрать. Лучше всего из своего тейпа. Хуже, если из другого тейпа. Дальше соседние народности пошли. Самая низкая, там просто у него была классификация национальности, и в самом-самом низу шли славянки. Я говорю, как интересно. Но с другой стороны, тоже понять можно, потому что народ, который длительное время жил в соответствии со своими правилами и законами, тоже должен существовать именно так. Это логично, и тут ничего такого смешного или странного нет. Кстати, очень часто бывает, когда наши соотечественцы переезжают в какие-то арабские страны и сталкиваются как раз с очень своеобразной ситуацией, когда в плане брачных отношений очень своеобразно местное воспринимают. То есть это тоже та самая тематика, весьма такая специфическая. То есть все-таки несколько центризм на своих, то есть именно на представителях своих национальностей. А в сказках вот как-то они отличаются, допустим, те же самые лесгинские сказки вот каких-то соседних народностей или персонажей те же самые? На самом деле персонажи идентичны. К примеру, это лиса, волк, шакал, это пастухи, то есть отображение просто природы Дагестана и быта на самом деле. А вот «Черный орел» все-таки я вспоминаю, да, это больше кто, вот если мы сравним с русскими сказками. Волк – это классический балбес в русских сказках такой, да, то есть это очень своеобразно, глуповатый, сильный, но глуповатый. Лисица – она хитрая, заяц – это классический трикстер, и у нас это хорошо было обыграно как раз, ну, погоди, там, где можно сопереживать волку, а этому заяцу, противному, совсем сопереживать не хочется, потому что ведет он себя по-хамски и нехорошо. Хотя, конечно, дети говорят, что наоборот зайчик молодец, но это не так. Да, вот заяц – это, я бы сказал, вроде маленький, но ему везет, это такой трикстер классический, если мы берем животных, медведь он сильный, и главный получается. А вот здесь в сказках волк он какой, он тоже балбес, или там… я бы сделала вот так, классифицировала, вот леса, в каких-то сказках, в каких-то народах волк наравне. В каких-то сказках волк получается такой… ну, я бы не сказала, что на самом деле был балбес, потому что в обычном сказках если леса обманет волка, то волк ей обманет ее тоже, то есть он идет, но леса все-таки, конечно, чуть-чуть умнее. То есть леса зачинщица, я бы так сказала, она первая, кто начинает, волк ей как бы отыгрывает эту всю историю. То есть волк абсолютно не балбес, нет. То есть здесь получается две линии, это аниме и анимус, то есть волк как мужское начало, леса как женское начало, либо вторая линия может быть, это соседние народы. Да, вот мне кажется, это вот ближе к соседним народам почему-то. Вот такое есть момент. А все-таки вот этот орел, возвращаясь к нему, это что-то на уровне Коща Бессмертного в мужской сказке, или это колдун, кто это, вот как он там. Смотрите, про орла, вот про хищников очень мало сказок, очень мало сказок. То карачаевские сказки, там у них это есть. Да, 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 ну, наверное, карачаев, да. Но орел, вообще восприятие орла в Дагестане, вот при рассказке, это как нечто такое, я бы обозначила как колдовское, как, знаете, как вызвать что-то, как вызывающийся, когда, как, я бы не сказала, как хищник, как нападение, как, знаете, как вот использование, как наказание, что-то вот такое было. Наказание для кого-то, да, то есть его вызывают для того, чтобы совершить справедливость, вот, чтобы... Да, вот справедливость, вот именно справедливость и во всех сказках, но любая жестокость, она оправдывается. И это особенность дагестанской культуры. Если какое-то есть жестокое, например, жестокое обращение, ну, возможно, там, к слабому полу, оно всегда, как правило, оправдывается. Это случилось, потому что вот это, вот это. То есть есть оправдание. То есть и к детям тоже жестокое, на самом деле, отношение, как правило, ну, потому что есть какая-то там причина. То есть там нету так в Дагестане абсолютно, может быть, сейчас что-то поменялось, но нету такого, как бы, как это обозначить, что к детям нужно относиться более мягче, более, как бы, такое, как бы. Ну, скорее всего, условия проживания более суровые, и они требуют более сурового отношения. Да, да. И просто этому, конечно, мусульманство, которое тоже накладывает в определенной степени особое отношение в взаимоотношениях между женщинами и мужчин. Это тоже, наверное, немаловажная тема. Да, да, все верно. И, конечно, еще хочется отметить в том, что почему-то в Дагестане, в дагеставских сказках нету сочувствия к людям, которых перехитрили, обхитрили абсолютно. То есть нету, например, да, 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 то есть это, если тебя, это как бы вызывает смех, я бы сказала, что-то вызывает смех. Вот у нас интересно, в начале 90-х годов фигура лисицы в русских сказках стала радикально меняться. Если в советский период лисица была плохой, она обманывала, то в 90-е годы лисица стала хитрой и умной, и у нее роль стала постепенно меняться. Оказывается, она такая местная интеллектуалка. Вот, и это как раз сказывалось и на логике 90-х годов, вот, а здесь получается тоже особое отношение к пониманию хитрости, хотя это отдельная категория, которую, мне кажется, можно даже немножко и вот проанализировать, потому что слово одно, а значение может быть несколько, это может быть полисемантичное, да, достаточно такое вот явление. Поэтому, может быть так, а скажите, пожалуйста, а вот есть ли трикстеры в тагестанских сказках? Сейчас скажу, я бы, я видела отражение трикстера не в определенном персонаже, что вот персонаж, как вот трикстер, а в том моменте, в том, что вот представлю, вот сама структура сказки, и она как бы переключает в какой-то момент в середине, например, что идет переключение, например, лисица что-то сделала, и ты думаешь, что вот лисица всех опохитрила. Нет, 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 приходит волк, который все в этой группе переворачивает, и сказка вот, вот, таким образом происходит сама структура. Переворот случается внутри той самой сказки, не сам персонаж. То есть смешивается с самоповествованием, там немножко смешивается, то есть здесь есть коммунитивный вариант, но он в русских сказках есть, и, кстати говоря, даже в северных сказках присутствует, хотя несколько меньше, но все равно. Куммунитивная вещь, она довольно любопытна, она такая гипнотическая, она очень хорошо, как бы сказать, человека успокаивает, может быть, иногда забалтывает. Классический пример куммунитивной сказки, помните, когда кто там, ежик здоровался, да, вот, с тремя богатырями, а после этого с алибабой и сорока разбойниками с каждым отдельно, здравствуй первый разбойник, здравствуй второй разбойник, здравствуй три, это длинная история будет, поэтому я не буду продолжать, но просто вот это называется тоже куммунитивно, когда о каждом говорят подробно. А здесь, получается, логика смешивается, еще помимо кумуляции присутствует смешивание. довольно любопытно. Но у нас, допустим, классический трикстер это Иван Дурак или Иван Царевич. Ну, там Царевич и Дураки у нас традиционно трикстер. Им всегда везет. А здесь, получается, таких нет. А вот, допустим, такая тема, три брата, старшивная балдетина, это присутствует или как-то меньше? Там присутствует следующее. Там не три брата, там присутствует, например, семеро братьев, большая какая-то семья из мужчин и вот есть одна маленькая сестричка. Вот. И, к примеру, там нету такого, что один брат умнее, другой брат глупее. Там нету, там есть особое отношение к женщинам. Вот сказка вот как бы вот есть такое отражение, что девушки обладают, ну, девочки обладают каким-то какой-то магической способностью, какой-то магической способностью менять, менять ситуации, как будто, изменять, например, вот сказка семеро братьев и одна сестра, там получается суть следующая, что братья, ну, там, из все, семеро братьев попали в какое-то там пространство и не могли вернуться домой. и сестричка пошла за ними, дошла какую-то избушку, притворилась не их сестрой, стала там убирать, что-то помогать, и через время они ее нашли, начали опрашивать, и она как-то там их расколдовала, и они смогли вернуться домой обратно. Да-да-да-да-да, здесь такой, как бы, в дагестанских моментах в сказках отображается то, что женщина действительно имеет какую-то силу, и в сказках их почитают, уважают, вот, то есть, есть такой момент, что меня удивило. То есть она разруливает ситуацию. Опять обращаю внимание, если вы говорите в сказке до середины она идет, потом переворачивается логика, то есть женщина тоже может эту логику снова перевернуть. Получается как раз вот эта вот основа очень похожа. А вот моя любимая тема нечисть, как там с нечистью дело обстоит. То есть, если там колдуны, ведьмы, если там какие-то страшные персонажи, или так все хорошо что и без этого неплохо. там есть только если из такого негативного, там, смотрите, из негатива в сказках оно внутри, как бы нету этого персонажа, который какой-то негативный, есть там какие-то мимолетные, разбойники, обычно в сказках там негативные какие-то качества. Есть позитивные качества, которые как бы поощряются, это хитрость, вот, как бы достижение целей, а есть негативные, это как жадность, скупость, ленивость, вот это, вот такие качества. И вот к ним определенно, как бы вот жестокость, что их не должно быть, что непринятие таких людей. А злые духи, духи гор, допустим, какие-то страшные существа тоже отсутствуют? Ну, там есть такие, например, какие-то есть персонажи, сейчас скажу, как бесы, шайтаны, там есть вот такой как бы объясните, пожалуйста, кто такие, капец, я тоже не знаю. Бес, капец, просто без, 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 шайтаны такие, это как бы их как бы называют ну, в мусульманской культуре это получается антипод Аллаху, вот, как бы вот что-то такое, которое смотрите, в русских сказках, ну, правильнее сказать, в некоторых русских сказках и в некоторых сказках, которые были адаптированы в советское время, ну, и у Пушкина присутствовал, допустим, священник, это роль очень своеобразная и даже помните, это классическая у попа была собака, он ее любил, да, вот это вот та самая история, вот сюда же относится, допустим, поп в толконный лоб по Пушкину, то есть это какой-то персонаж такой, он не очень положительный и отношение к нему специфическое, вот, а мула в сказках присутствует или тоже как-то вот да, он присутствует, но еще, знаете, из негативных каких-то персонажей еще бы я отметила иногда волк, вот волк может быть негативно, вот там кого-то кушает, кого-то съел, вот, такое может быть. Еще момент, во многих культурах собака существо нечистое, волк все-таки это собачье, да, и соответственно, как отношение к собакам, если там собаки и если есть, какое отношение к ним в сказках? Сейчас скажу, что там есть в сказках шакалы, к собакам относятся как, ну, как другу больше к человеку, а шакал это подлое что-то нехорошее, даже в Дагестане есть такое оскорбление, но я его слышала, что шакал, то есть, ты что, шакал, то есть, такое, шакалы есть, к собакам относятся, ну, хорошо, как друг человека. Ну, у нас, помните про редку, там, бабка, и дедка, кумулятивная сказка, опять, внучка, и жучка, жучка, да, присутствует, кошка, мышка, все, конец сказки, вот, то есть, других персонажей там особо нет, вот, а скажите, а есть ли какие-то странные такие сказки, которые особо не понять, просто то, что мы сейчас выяснили, о роли, допустим, то, что в русских сказках есть более такие конкретные роли, здесь, получается, не на роли обращается внимание, а на качества, да, на человеческие качества, которые могут быть такими и такими, здесь несколько более малых персонажей, которые настолько ярко обозначены, допустим, как у нас там Баба-Яга, Горыныч, там, и так далее. Ну, странная, может быть, такие моменты, например, какая сказка, как богач родил теленка, то есть, там была такая сказка, это для тебя будет. А? Неплохо, говорю, это генная инженерия какая-то. Да, 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 то есть, например, как лисичка воспитала птенцов, ну, то есть, вот, как бы, такие какие-то странные моменты, почему, ну, да, действительно, немножко непонятно. Да, 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 то есть, а так, в основном, если вот суть всех дагестанских сказок, это просто очень хорошие обучающие сказки, где, вот каждая сказка действительно чему-то учит, вот правда, чему-то учит. Да, я бы их отметила, что русские сказки для меня, они больше, как бы, развивают вот это воображение, широту мысли, дагестанские для меня, это те сказки, которые научат тебя жизни. Нормально, так. Ну, сказка очень хорошо объясняет менталитет народа. Именно менталитет, неросприятие, неросноверционное. Да, в сказках, вот, например, есть такие соревновательный контекст, кто сильнее, кто лучше, кто умнее, кто лов, кто ловче, то есть, в сказках присутствуют такие моменты, как, ну, соревнования, задирство, вот такое, тоже присутствует, да. То есть, выходит, что в целом, больше такие личностные качества. А вот еще понимание добра и зла. Вот, все-таки у каждого народа свое понимание, что есть добро, что есть зло, силы менталитета. Допустим, у некоторых народов правильное отношение к своим, представителям не своей культуры, можно относиться по-разному. И это абсолютно верно, и это хорошо. Вот, не знаю, насколько это в сказках может быть закреплено, но я вот знаю некоторые, вот такие вот своеобразные традиции, да, что со своими хорошо, а с врагом можно сначала дружить, а потом и в спину ударить. То есть, это тоже такое бывает у некоторых. И считается, что это, в принципе, правильное и доброе победение. Вот, там в сказках такого, я думаю, что навряд ли быть должно, но все-таки, что такое добро и что такое зло. То есть, это именно... Ага, хорошо. А здесь хочется отметить по поводу того, что по мне, дакистанские сказки проистекают четко из религии. Прямо, как бы, логично. И получается, в этих внутренних сказках добро, оно, ну, как бы, все, что, даже зло, это является жадость, все, что учит религия. На самом деле, вороство, там жадность, нельзя быть ленивым, именно, как бы, вот, вот такие качества. Соответственно, а теперь дальше, там нету такого... по поводу добра. Добро, там считается, сейчас я скажу, что все, что... Если у себя была причина, и причина относится к тому, чтобы сделать своей семье хорошо, прокормить свою семью, добыть какую-то еду для своей семьи, например, там, лисичка для своих птенцов, там, убила пастухов, обманула их, там, чтобы получить ягненка, это оправдывается. То есть, если ты добываешь что-то для своей семьи, это добро. То есть, все равно, то есть, что ты там сделал, это оправдывается, на самом деле. Еще такой вопрос, очень важный. Как дело обстоит с миром мертвых? В русских сказках все-таки есть явь и нафь, да, и вот это нафь, в которой живет нечисть, это все-таки мир мертвых. Мы это прекрасно знаем, и мертвые не выносят запаха живых, а живые не выносят запаха мертвых. Когда русским духом пахнет, да, это в том плане, что пахнет живым человеком. Он для мертвого всегда пахнет отвратительно, так же, как и мертвый для живого. Вот еще один момент, это отношение к саду, к смерти. В наших сказках, вот в русских сказках это присутствует. А вот как дело обстоит здесь? Здесь, сейчас скажу очень хороший вопрос. Здесь в сказках на самом деле фокус как будто на процессе, на пути самого персонажа, героя, там, животного, что он проходит какие-то испытания, что он там начинает свой путь для познания. А когда, персонаж умирает, отношение к смерти, во-первых, какое, просто как это, с сказкой про мышку, там, и репку. это первый вариант. Второй вариант, если его обхитрили, он был такой дурачок, это значит, ну типа, сами, можно посмеяться, то есть, ха-ха-ха, как смешно. видите? Да, да, смеются даже не от мертвого, что его обманули, то, что его перехитрили, потому что я знаю про свою, как бы, вот, я жила в Дагестане, и так получалось, что очень много раз нас, как бы, с внуков, вот, там, обманывали. И когда-то взрослые говорили сами в уенуатах, ха-ха-ха, иногда, ну, были там разборки, ходили, но в основном жалости, как бы, нет, к тому, что тебя обманули, обхитрили, вообще никакой. Довольно своеобразно. Ну, другой менталитет, а вот еще такой вопрос, а иноземцы, иноверцы в сказках были? Вот, в русских сказках иногда такое бывает, начиная с купцов, да, купцы, которые иноземные, да, это один вариант, либо есть один образ в некоторых русских сказках, он не очень хороший считается, ну, не знаю, с чем это связано, не будем сейчас касаться национальности, но просто как вообще отношение к иноверцам, многонародцам в сказках, или они там отсутствуют? Там отсутствует, там присутствует то, что, например, как такие сказки, где кто-то пошел на поиски Аллаха, кто-то пошел на поиски, ну, то есть, ну, как бы, ну, вот, поиск Аллаха, никаких допущений там иноземцев вообще нет, только в качестве животных, там, какое-то животное, которое, например, появилось, ну, какое-то, может быть, животное, ну, обычное животное Дагестана, то есть, никакое-то не существующее, никакое не выдано там. Ну, это не иноземец, это просто, как бы сказать, немножко другая форма жизни, что ли, да, чуть-чуть, поэтому, то есть, это не иноземца. Просто, если, допустим, с животными на крайнем севере, ну, одной народностью принято было в языке как раз сопоставлять своих соседей с животными, только себя они называли людьми, а все остальные, они их сопоставляли с животными, то есть, такое бывает, вот, в определенной степени это и отношения, это очень воинственное, это Чукчи, это очень воинственный народ, который, ну, это у нас к ним отношения в советское время сформировалось сложное, в 60-м году, когда вышел фильм «Начальник Чукотки», и там показали, что Чукчи, они такие немножко причудливые персонажи, откуда анекдоты пошли, на самом деле, Чукчи, это северные самураи, это очень горды, достаточно сложный народ, и в 18-м веке мы проиграли две русско-чукотских войны, как писали тогда злым Чукачам, вот эти вот злые, злобные Чукачи, это на самом деле довольно серьезно, и у них отношение к соседям именно такое, да, потому что они их завоевывали, потому что они брали у них Ясак, это было верно, то есть, здесь такого сопоставления нет, да, то есть, получается, в дагестанских сказках более идет погруженность в одну среду, в одни определенные какие-то конструкты, где присутствует некий набор персонажей, есть люди, есть как отдельная, как бы, да, мула, насколько я понял, там где-то присутствует, есть фигура Аллаха, у нас, фигура Бога как-то в сказках особо там не видна, у нас больше нечисть, и на нечисть больше внимания заостряется, духи как-то тоже, да, как-то немножко меньше, но может быть, как раз это именно влияние мусульманства, и немножко, безусловно, это сказывается в таких сказках, и, соответственно, трикстеров, как таковых, тоже нет, вот это очень странно, хотя человек, который идет искать Аллаха, это трикстер, это классический трикстер, вспоминайте карты Таро, это дурак, в карте Таро это дурак, это человек, который идет в поисках Бога, но в поисках Бога там в сказке не дурак искал, а бедный человек, как бы бедный, ну да, ну дурак, я имею ввиду название карты Таро, да, 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 я поняла, то есть это как раз очень близко получается, хорошо, а если сопоставить, ну арабские сказки это совсем другая тема, хотя тоже там относительно рядом, может все равно довольно интересно было бы сопоставить вот так, ну хорошо, а вот в прошлый раз мы с вами говорили по поводу индонезийских сказок, то есть там все просто, да, получается, там жаркий климат и там хорошо, то есть в принципе там гораздо проще с поведением человека, выходит, и со всем остальным. А вообще, если сопоставить русские и дагестанские сказки, выходит так, что в русских больше персонажей, правильно? я бы сказала, что больше разнообразия, разнообразия, да, больше, конечно, персонажей, потому что здесь животные, они повторяются, там в дагестанских сказках это леса, волк, бедный человек, какие-то разбойники, женщина и мужчина, вот это все, типа муж, жена, сын, отец, дочки, братья, то есть как бы вот такое межличностное и животное, то есть все. Ну, в русских сказках я выписывал коды, допустим, количество сестер у бабы-яги, оно разное бывает, три, семь, что интересно, двенадцать, да, то есть они по-разному на самом деле, это коды, или допустим, что, сколько ведер воды нужно для того, чтобы Кащей бессмертный разорвал цепи, на которых он висит, он должен выпить три ведра воды, да, опять код, там везде вот эти коды идут. Мало того, есть аккумуляция, так называемая, с точки зрения повествования, как бороться с нечистью, и есть еще одна очень интересная тема, это то, каким образом можно работать с металлом, то есть в русских сказках сложное отношение к металлам, все металлы наделены магическим каким-то значением, это золото, серебро и медь, иногда железо. Вот допустим, кот Баюн, вот спастись от него можно только, когда вы одеваете шлем на голову, иначе он разорвет, да, то есть тоже очень своеобразный персонаж, который так же, как и волгаковский кот-бегемот, может меняться в размерах. Он сначала обычный котик, а потом превращается в огромного кота-убийцу, такого же голодного, как кот Васька, домашний. Но весьма опасно. То есть здесь несколько больше вариантов. Ну что, скажите, а какие-то книжки вот по дагестанским сказкам вы можете рекомендовать что-то почитать? Я не помню автору, но есть издание 92-го года, 90-го, есть очень много, ну, очень много интернет-источников, которые где собраны, где собраны. Я могу просто отправить ссылку. Вот. И книг на самом деле немного, сразу говорю. Ну что, спасибо. Коллеги, вы знаете, я всегда говорю, что для того, чтобы понять характер народа, его менталитет, нужно прочитать сказки этого народа. Когда вы начинаете понимать сказку, вы понимаете то, как этот народ жил на протяжении многих поколений. Это очень важно. И, безусловно, в этом плане сказка несет гораздо большее значение, нежели чем просто развлечение для взрослых или детей. Те и другие сказки. Вот. Но есть экономические сказки, есть политические сказки, да, есть сказки, как бы сказать, просто сказки, есть детские сказки, есть взрослые сказки. Все равно это сказка, и с ней мы начинаем свою жизнь и завершаем. То есть, это все сказка. Поэтому, безусловно, эта тема, она бесконечная, но она, я думаю, достаточно интересная. И, Мира, благодарю вас за интересную беседу. Вот. Я думаю, будем продолжать постепенно изучать еще какие-то сказки. Это тоже достаточно любопытно. Да, спасибо большое, что пригласили. На самом деле, дагестанские сказки для меня теперь самые любимые. оказались очень интересные. Вспомнила, нашла в сказках свои черты характера. То есть, что-то есть. Спасибо.